Ребят, что дальше играем? Крутить даже нечего, у нас осталось два режима только вот этих. А, зайди в сад, сделай там всё как надо. Используй апгрейды все. Нас там, наверное, палить надо что-нибудь, посадить, я думаю. Давай, давай. Настя, Настя, молодец, побеждаешь лучше всех. Ура, поздравляем! Настя, давай взбодрись, играй и побеждай. Андромалик, ты знаешь серию Command & Conquer? Лучшая игра для ностальгии. Да, я знаю, но только не та, что на телефоне вышла, а другая игра, старая. Стратегии я, кстати, Command & Conquer любил в своё время. Но не во все поиграл, к сожалению. В Red Alert второй я проходил, играл. Потом играл в этот Tiberian Sun. Но, по-моему, вроде не прошёл всё там. Но Tiberian Sun моя любимая игра. Из серии Command & Conquer. Да, все бери. Бери все. Выбери все. Настя, лучшая, молодец, ура. В квесте есть Battles. Так что будем сейчас в Battles играть, как нам Андрей порекомендовал. Рекомендовал с Twitch канала нашего. Кстати, сколько у нас сегодня на Twitch? Не скучаешь ты там? Да, ты один, чувак. Как обычно, на Twitch очень мало людей. Зайдите на Twitch, пообщайтесь с нашим подписчиком, а то он там скучает. Да. Нет, квесты, нажми задание. Да. И нажми Events. И вот первый нажимай. Всё, погнали. Рекомендуют нам поиграть именно этот квест. Давайте сделаем это. Да, Red Alert второй очень крутая игра. В первой, кстати, по-моему, я не играл. То ли видел, скачал, но что-то не проходило. Смотри, что у нас есть. Алло, видишь? Вот. О чём нам и говорили? Кстати, тут индюки есть. Посмотри, индюки. Я их редко видел. Вроде один раз я только в каком-то ивенте, типа, пиньята была или что-то. Да, да, да. День благодарения, индейка, все дела, и поэтому они добавили. Но я реально никогда их почти не видел. Может быть, на чужом видео, или я один раз просто в пиньяте где-то видел. Не знаю, но реально. Ты выбирай. Давай первый раз ты делай свою стратегию. И ты видишь, что тут будет много очень индюшек бегать. Я, правда, не знаю, сколько у них здоровья. Как у импов или, как, например, у мангустов одно здоровье. Я не знаю. Поэтому сама смотри. Всё, больше места нет? Да, да. Только у тебя сейчас есть время. Ты можешь выстроить, и потом игра начинается. У тебя есть время. Так что ставь. Левее ставь только, пожалуйста. Да. Они же это как артиллерия, наверное. Я не знаю. Сейчас увидим, как они стреляют. Везде по одному ставь. Они очень крутые, наверное, раз это новое растение. Давай ещё, наверное, поставь. Да, здесь стеночки. Нормально. И поставь ещё больше. Это подсолнухи нужны, что ли? Нет. Ну ладно, давай так. Ну это не лучший вариант. Но оба правее ставь. Всё, я думаю, пять хватит. Или ещё ставь. Я не знаю. Ты играешь. Я не знаю. Но у нас урона мало. Надо больше. Ставь больше артиллерии. А, ты всё... Зачем это? Это не надо, наверное. Ну ладно, посмотрим. Может заморозочка. Вот что нам надо. Ой-ой-ой-ой, заморозка. А где заморозка у нас? А чё заморозку-то не ставим? Алё, ещё. У тебя 600 солнца. Ставь, ставь, ставь. Видишь, сколько их? Сейчас ещё больше. Ставь, ставь, ставь. Давай. Ещё заморозку. Везде чтоб было. Потому что они пока подбегут. Да. Ты больше их ставь и всё. И артиллерию очень медленно атакует, кстати. Я заметил. Вообще неплохое растение какое-то. Давай, давай. Ставь, обнови там. Ты уже потеряла. Обнови стенку, пожалуйста. И снизу по центру стенку. И там. Давай, давай. Артиллерию обнови. Ты потеряла её. Да. А ты что думала здесь? Здесь надо что-то быстрое было брать. А ты взяла заморозку. Она еле стреляет. Здесь заморозка уже не нужна. Потому что они уже пол... По уровня пробегают. Тут уже как бы замораживать нет смысла. Их, мне кажется. 30 секунд, кстати. Очень короткий уровень. Бэттлс. Что там? Меньше двух минут, что ли, во времени? Типа полторы минуты всего лишь. Только начало, был уже конец. Ладно, пока. Нормали гни на улице. Надо почистить снег. Ну, давай, да. Чисти. Соль ещё посыпь. Чтоб уже всё растаяло точно. Ничего себе у вас растение. Это ты про что? А, новое растение? Да, оно сегодня доступно. Тут нельзя проиграть, если что. Это просто практика. Поэтому ты играла против самой себя, так сказать. Давай, по второму разу. Измени, пожалуйста, стратегию. Через квест. Заходи. Это только здесь можно это растение показать. Поэтому сыграй хорошо, чтобы все увидели в реальности это растение. Потому что мы больше его не выберем, пока не откроем. По-другому вроде никак. Пока что его нельзя использовать. Давай, Настя, придумай что-нибудь другое. Подсказка. Наверное, бесплатное растение не стоит брать. Очень короткий уровень. Поэтому Праймал можешь взять? Киви. Ну, давай. Настя что-то с киви придумала. Давайте посмотрим, что там с киви сейчас будет. Что за растение? Новое вышло обновление. Это новое растение. Она называется Слинг Пи. Слинг. Как перевести Слинг? Как Слинг Шот. Как ты срогатки стреляешь. Ну, как с рогатки. Знаете, вот когда с рогатки ты стреляешь, то Слинг это вот натягиваешь как бы этот... Да, натянутый горох. Вот так можно сказать. Или рогатка горох. Не знаю, вот как-то так можно перевести. Очень сложно на русский, конечно, перевести. Ну, вот вы должны понимать. Примерно так это переводится. Я бы бесплатное растение за ноль не брал, как я уже сказал. Потому что здесь игра заканчивается за минуту с чем-то. Ты только один раз получишь солнце. Поэтому это бесполезное растение. Да, это теперь феврорит. Ты что нажала? Теперь он всегда сверху будет. Говорят, крабы возьми, шипы какие-то еще что-то. Ну, это все не то. Шипы здесь вообще места нет поставить, чуваки. На это вот, видите, справа. Там нельзя ставить шипы. Какие шипы, ребята? Уже будет поздно шипы ставить. Они уже половину пробегут. Вот, киви. Ты можешь удалить все, деньги возвращаются. Не волнуйся. Здесь можно алоэ было слева поставить. И получается, алоэ лечила бы киви. Но ничего, посмотрим как так. Ты только подсобухов не поставила. У тебя, кстати, еда была, не забывай. Можно было на подсобухе даже еду использовать. Можно двойные подсобухи взять. Знаешь, сколько там еды дадут? Так, опа. Смотрите, как киви работает. Настя придумала сама, я не подсказывал про киви. И в чате она ничего не читала. Так что это ее оригинальная задумка. Киви. Давайте смотреть, какой результат. Я, правда, не запомнил, сколько было очков у нас в первой попытке. Поэтому, блин, нельзя сравнить. Смотрите, киви выросли. И они теперь огромный урон наносят. Смотрите. Бам! 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 Но у них тоже здоровье, наверное, есть. Опа! Видишь, Настя, что произошло? А произошло то, что нужно, наверное, алоэ ставить все-таки. Чтобы алоэ лечило киви. Потому что... Да. А, ну тогда надо что-то убрать у тебя. Какой... Не так много вариантов, что придумать. У тебя еда есть, не забывай. Еда. Две еды можно использовать. Не только на этом, можно использовать... А, на артиллерию используй еду. Давай, на артиллерию, давай, быстрее. Что ты... Еще ж не конец. Что ты беспокоишься? Еще можно... Какая разница, Настя? Просто одну линию хотя бы держи. Это же режим нельзя проиграть никак. Ты просто теряешь линию, и ты можешь дальше строить, что хочешь. Ну, что ты разводишь руками? Ты можешь что угодно делать еще. Собирай солнце, еще что-нибудь сделаешь. Нельзя как бы сдаваться. Вот я не люблю людей, которые сразу сдаются. Знаете так, руками все, все, что делать. Собраться надо, и все. Давай, это не лучшая попытка. По-моему, в прошлый раз было больше очков. Кто запомнил, сколько было в прошлый раз очков? У него сейчас 124. Давай дальше, поехали. Попробуй через алоэ. Тогда они не прорвутся, я надеюсь. Это я не знаю, насколько быстро алоэ лечит. Потому что, может быть, не хватит все равно. Не хватит времени, чтобы полечить. Увидим сейчас. Настя, Настя, молодец. Ты играешь лучше всех. Написал нам Вова. 185 тысяч было. Кто-то написал 165 тысяч было. А третий человек написал 129 тысяч было. Это кому верить? Каждый пишет разные цифры. Разные числа. Не понимаю, чуваки, вы о чем? В прошлый раз было точно больше очков, чем в этот раз. Но, каждая пишет разные цифры. Кому верить, ребята? Кому верить? Где правда? Может, Боба знает правду. Боба, как ты вообще? Все нормально тебе сидеть? Он, кстати, нормально сидит у меня тут. Не двигается так. Нормально. Тебе удобно, Боба? Снова рекомендуют. Электрогорхострел возьми. Электрогорхострел. А ты что взяла? Что это? Это что такое? Это что хотела? Оно только так работает. Ты вначале это лечение поставь алоэ, а дальше посмотрим. Вначале начни с алоэ везде. По одному. Оно дешевое, 75. Все. Артиллерию можешь не ставить. Она вообще ужасная. Вот это первое. За 125. Новое растение, оно бесполезное. Поэтому я Насте рекомендую не брать его. Оно реально плохое. Так, да. Настя хочет что-то через электричество сделать. То есть, типа, кто-то пробегает, и знаете, он попадает. Но нужно, наверное, еще дополнительную стенку тогда прикрывать электричество. Сожрут его, мне кажется. Давайте смотреть, как алоэ будет работать сейчас. Алоэ похилит или нет, как вы думаете? Или на киви не работает так? Как мы рассчитываем. Подожди, а почему? Почему алоэ пока не хилит никого, ребята? Это что такое? Потому что на киви не работает. Просто никогда... Я помню, кто-то мне советовал такую стратегию, но я никогда не проверял. О, хилит уже. Уже хилит. Уже хилит, да. Да вон хилит, смотри, а ну... Кто умер? Где? Ну, не успели, наверное. Хотя алоэ, видите, не работает. Не работает. О, электричество еще есть. Закрывай электричество чем-нибудь. И еще есть шанс кого-нибудь поубивать. Пока 54 тысячи у нас. Маловато, да. Здесь можно не играть и ничего не делать. Это ты про что? В смысле, легкий режим или что? Смотри, сколько их. Вот ты очки не получаешь. А вот сейчас получаешь. Видишь, закиви. Ты получаешь очки, видишь? Видишь, 83, 88 тысяч. О, нормально, смотри как. Смотри как. Надо было еду на киви использовать. Ты смотри, как он нормально убивал. То есть ты сейчас, по-моему, больше, чем в прошлый раз даже очков заработала. Сколько было в прошлый раз? А, ну, 124, Настя говорит, было в прошлый раз. Но все равно неплохо. Почти 100 тысяч. А как бы начало было разгромное. Все, к сожалению, мы это растение больше, наверное, использовать не сможем. Нам говорят, потому что в обычном батлс режиме там, типа, Огненный Горохомет. Но я в это не верю. Если батлс здесь такой, значит, в реальности такой батлс. Давай посмотрим, какой же батлс сегодня. Это вот в прошлый раз. В Железную Лигу нас сбросило. Ниже Железной Лиги, кстати, никогда не кидает никого. Я так понимаю. Я хоть месяц, хоть два, хоть полгода не буду играть. Ниже меня не скинет. Ты знаешь эти правила. Закрывай. Так, вот Лига. Кстати, в Лиге, смотри, в нашей 4 игрока всего лишь. Ее только что сделали. 12 часов до конца Лиги. То есть, если сегодня мы первое место берем, нам нормальную награду возьмем, дадут. Я думаю. Да, погнали. Free play. Сейчас посмотрим, какое растение выбрало за нас. Если это новое, то то же самое будет. Если нет, то другое что-то будет. Сейчас увидим. О, нет, другое, смотрите. Вот этот вот зомби, который будет в шаре, его очень трудно убить, ты ж помнишь. Вот, огненный грахомет, как нам и говорили. Не знаю, Настя, ты думай, ты играешь. Это твой battles. Когда я буду стримить, я ж тебя не спрашиваю, там, типа, Настя, что выбрать? Как играть? Что делать? Я ж не спрашиваю. Поэтому, Настя, давай думай сама. Это твой... Твой звездный час показать, насколько ты круто играешь. Так, у Насти следующий выбор. Это исторический подсолнух, стенка ореха со взрывом, киви и яблочная мортира. А зацените, какое начало прикольное, да? Ну, они как бы блокируют просто, по сути. Ты можешь... Я не знаю, Настя. Настя спрашивает опять у меня. Я комментатор, я здесь не нахожусь. Я в кабине сижу далеко-далеко. Меня ты не слышишь. И поэтому, как хочешь, так и играй. Нам даже интереснее смотреть тебя, чем меня. Потому что у тебя всегда стратегии другие. Я ж не точно так же, как ты играю. Например, через киви я никогда не играл вообще. То есть, сегодня ты показала возможность киви. Но, понимая, здесь другие зомби, здесь киви никого не убьет. Потому что здесь зомби очень сильные. И зомби надо убивать вот там, где они только появляются. Потому что здесь уже нет ограничений. Давай смотреть. Стенки ты ставь тогда уже за 50. Поставь стеночку за 50 везде. Стенку надо. Ну да, но они же прорвутся очень быстро. Ты же понимаешь. Во. Что киви сделает против них? А, у них еще защита от огня. Вот этих чуваков. Видишь? Вот эти вот драконы, которые в чешуе дракона. Они в костюме дракона. Они... Ну, у нас хорошо мортира есть. Она сработает. Смотрите. Смотрите, что происходит. Ой-ой-ой-ой. Киви сейчас просто отодвинется назад. Смотри. И эти... Смотри. Что будет с импами, когда их сдвинут? Интересно даже посмотреть. Смотрите, смотрите. Опа-опа. Ребят, смотрим. Четвертая линия, обратите внимание. И вторая линия. Вторая линия. Нет. А, там не было. Нет. Так там еще не было соединения. Видишь? Вот сейчас будет соединение. У тебя не было растений там просто. У тебя было empty spot был, потому что... Да я тебе сказал, empty spot был. Ничего там не было. У тебя вот здесь был empty spot. Давай, давай, давай. Смотри. Первая линия. Смотрим, ребята, первую линию. Сейчас сдвинут все полностью. Смотрите, смотрите. Двигают. Первая линия. А-а-а. А, потому что это, наверное, стенка. Давайте посмотрим. Или почему так происходит? Потому что импы блокируют. Видишь? Импы стоят. И получается, ничего не сдвигается из-за этих импов, которые вначале стоят. Андромалик, я не пойму, что за новое странное растение именно в моей версии. Называется глупи. Я не знаю. Я не видел, откуда ты его взял вообще. Нужна колючка. Шар будет ехать. Но это мы видели. Настя играет как хочет. У нее своя стратегия. Видите? Уже 85 тысяч очков она набрала. Но у нас напа... Этот оппонент набрал 227 тысяч. Соответственно... Ну, ты увидишь, какой стратегий сейчас после игры? А если мы проигрываем, нам придется даймонды, алмазы тратить, чтобы сохранить наш победный стрих. Без проигрышей. Но если немного, я не против. Мы можем потратить. Увидим. Разморозить глыбы грохострелом огненным. Они вокруг размораживают. Они умрут, косилки восстановятся. Вот Артемий подсказывает. Я об этом тоже, кстати, подумал вначале. Но так как я комментатор, я не могу ничего сделать. Я просто сижу перед телевизором. У меня микрофон. И это моя работа. Я не могу подсказывать. Меня дисквалифицируют. Вернее, дисквалифицируют того, кому я буду подсказывать. Это запрещено, ребят. Все, Настя знает, как. Окей. Смотри, полмиллиона очков набрал оппонент. Ты можешь, кстати, его тоже подсмотреть в стратегию сейчас. Потому что полмиллиона очков, это неплохая стратегия у него. И, кстати, в этом режиме очень много времени дают. Очень много. Это сколько? Четыре минуты, что ли, был уровень? Потому что реально очень долго. Вот, смотри. А, да, второй бустер. У нас тоже вроде есть куплен такой. Я его купил за 100 конфет. Так что вот так вот. Ну ты, смотри, у тебя своя стратегия. Не надо подсказывать. Ну, смотреть за ним. Хочешь, играй как хочешь. Ты проиграла, жми здесь, чтобы оставить победную серию. Можно было с нуля начать, но я не хочу. Вот видите, там три пака за девять побед. Если Настя два раза победит, мы сможем это получить. Можно ли зомби с факелом поджечь замороженного зомби? Не знаю. Нажимай, нажимай, что ты спрашиваешь меня. Сначала размораживаешь импов с помощью горхомета. Сразу выкапываешь, а затем с темными растениями, темные колючки и стенку взрывную через имитаторы за 50. Я такой стратегии 2 миллиона набрал. То есть ты тоже уже стенку через имитатора, как я всегда делал изначально. Давно-давно, как только Battles появилось. То есть ты мою стратегию используешь. Правильно я понял? Они, кстати, подсказывают, можно поставить горохометов и сразу выкопать их. Я так понимаю, до начала игры они все разморозят. Ну ты делай как хочешь, я тебе потом покажу, что я имею в виду. У меня уже голос садится. Много комментирую. Даже вода закончилась. Все, Настя, объясняю, что это такое. Перечная мята по-нашему как-то работает. Что это за сердечко, ребята спрашивают. Ребята, добавили в обновлении новую фишку «Избранные растения». Чтобы их не искать всегда в списке, вы можете нажать на сердечко, и они будут всегда вверху вашего списка. То есть самые любимые растения. Их можно, я так понимаю, хоть 30, хоть 40 вы выделить. Они просто идут вверх списка. Чтобы не крутить вниз и не искать очередное растение, которое вам нравится. Я тоже так вначале думал, что за сердечко. Вроде как бы 14 февраля, еще не скоро как бы. О, смотрите, вот эта прикольная шапка, которую я купил в магазине. По-моему, за 3000 монет. Буквально неделю назад. Может, раньше, я не помню. Я что-то неделю назад просто купил. Похоже, какое-то такое неиспользуемое растение. Может быть, не это. Но имейте в виду, что именно эта шапка открывается в магазине за 3000 монет. Надо только каждый день проверять. Там иногда в продаже есть. Давай, Настя, последнее растение. Что ты хочешь? Смотрите. Какая интересная у Насти стратегия. Она взяла за ноль растения, которые вы знаете, что делает. Она делает... Ну, плитки. Она делает плитки, и ты еду кидаешь, знаешь. Настя, ты понимаешь, да, что ты взяла? Ну, давай, Настя, удачи. Всем чатом поддерживаем Настю. Тат-тат-тат-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А я закрылся в комментаторской кабине и ничего не слышу, что Настя у меня спрашивает. ла 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 о какая стратегия смотрите смотрите и трепещите как сказал бы архимон с варкрафта 3 помню трепещи смертный хотя это по-моему разрушитель destroyer так говорит архимон то что такое говорит трепещите смертный давай на все хочешь делать ты можешь продать все хочешь продай давай двумя руками быстрее будет мы просто заждались уже начала мы хотим экшена ты представь ты на арене как например когда гладиатор помнишь фильм был гладиатор идет какая-то битва и мы все-таки убей его больше крови выпустите тигров нам надо экшен нужен экшен все давай настя давай удачи настя не знаю зачем ты это растение взял за 0 вот то ты его не использовал наш 0 стоит его можешь поставить сейчас вот она восстановится а что ты все один раз и все уже использовала настя использовала мяту вначале это какая-то стратегия у нее и все испортила она никого не убила потому что зомби не было вообще видите у нее 0 очков там было вообще ну ничего настя тренируется видите что она еще делает она потом еду будет кормить и все будут прям сразу жарить огнем но ты ж не забывай что импов нельзя убить никак настя импов нельзя убить никак они огненные налог огонь на них не работает настя 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 давай настя в комментаторской кабине я не могу подсказывать я же сказал меня уволят если я расскажу как проходить этот уровень давай настя ты еще можешь набрать очки у него 60 тысяч давай старайся пожалуйста ты не надо вот так вот сразу а я не знала ну ты же можешь других убить очки заработать немножко победить может быть тебя надо оппонента победите не надо убить всех зомби тебя надо просто реально заработать очки какие-то давай старайся давай 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 garden warfare 3 часть не было ни анонсов ни слухов ничего нет скорее всего игра еще не в разработке или в давно в разработке но них чет не получилось они решили не анонсировать и вот такие дела настя давай побеждай ну что такое все вон в чате даже пишут ну давай давай настя я верю в тебя тебя шестьдесят две тысячи а оппоненты сто пятьдесят две ну конечно я что говорил огненные импы вот эти вот в костюме я же вначале сказал у них иммунитет а кстати ребята у этих холодных которые холодные импы у них есть иммунитет от холода или нет вот такой вопрос чatic напишите если у них иммунитет или не только полный ответ потому что когда вы пишите да нет я не понимаю на какой вопрос вы отвечаете при воде у посмотри какая стоимость стала этой 685 как так стоимость в растении стала посмотри настя как настя стоимость растения sex a five как ребята как такое произошло что это неужели такая стоимость большая становится да она же начали бесплатные было то есть три раза платила за это что ли первый раз бесплатно второй расплатно 3 еще дороже я что-то не понял какая стоимость такая огромная это наверное чтобы не в этом режиме не обузили наверное это наверное очень круто знаешь взял поставил бесплатно да и много очков миллион очков можно набрать наверное дмдмдм даже смотри когда ты использовал видишь они не умирают даже так насколько очков ты в конце ну 72000 сколько же платить за тебя надо сейчас 20 это дороговато ладо сэкономим нам же паки потом открывать